Привет-привет, ребята! Я очень-очень-очень-очень-очень excited делать это видео, потому что это видео будет про iPad, его роль в учёбе, и сюда можно сказать работу, самообразование, просто жизнь, незаменимая вещь. There isn't. Так, почему на английском? Нет, не проходит ни одного дня вечера, когда я не сижу где-то вот здесь на диване и не говорю Роме, «О май гад! Насколько я люблю свой iPad! Как это комфортно! Как это удобно!». Поэтому я вам сейчас расскажу. Я делала видео в ноябре, когда он у меня только появился с такими первыми впечатлениями, которые тоже были положительные, но если вы думаете, что я тогда считала, что это просто must-have, сейчас я считаю в сто раз больше, что это действительно must-have. Так, iPad, с чего здесь мне начать? Я хочу на вас донести самую главную вещь, чем он мне так нравится. Но если я просто её скажу, это и кажется настолько банально, и говорить об этом нечего. Всё в одном месте, это так удобно. Но, ребята, я всю жизнь в своих видео говорила, что интересные и глубокие мысли тебе приходят всегда, не когда ты садишься, и тебе они нужны. И вот ты сидишь сейчас, мне надо подготовить какой-то документ по работе с предложениями инновационными, я сейчас их сяду и напрестомлю. Это так не происходит. Ты в течение своей работы, когда ты самообразовываешься, ходишь на какие-то встречи, просто моешься в душ, и тебе приходит куча разных идей в совершенно неподходящие моменты. И я всегда говорила, что тот хороший работник будет, кто будет свои мысли третчить и записывать. Сейчас то же самое мой профессор Маккарти, профессор по спич-райтингу, у которых работает на политических компаниях здесь кандидатов в президенты, то же самое говорит. Что чуваку, там, не знаю сколько, 40-50 лет, он ходит с молескинами повсюду и все-все свои мысли записывает. Потому что когда тебе надо написать спич, в этот момент ты ничего не сядешь и не напишешь. То есть это всё происходит фоном, когда ты этого не ждёшь. И вот в этой штуке здесь мой bullet journal, мои профессиональные развития типа, мои какие-то идеи бизнеса, мои рабочие рефлексии, мои рефлексии личные. Всё, что возможно, оно здесь. Да, естественно, кто-то, может быть, носит тетрадь, но можно для этого носить одну тетрадь, один bullet journal и записывать это всегда. Но кроме этого, здесь все мои документы по работе, личные документы, документы для учёбы, все тонны ридингов, хэндаутов, которые нам раздавали, тестов, ну всё, всё, что можно придумать, оно у меня находится здесь. Эта штука лёгкая, тонкая, всегда у меня в моём небольшом рюкзачке. Кстати, очень советую. Это Muji рюкзак, очень маленький он. Это всегда легко, удобно с собой носить. Ну просто, я не знаю, это звучит так, типа всё всегда с собой, но всё реально всегда с собой. Где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, что ты… Вот я сижу в кафе утром. Просто пришла позавтракать, выходной, солнце. И тут у меня идея, любая рандомная идея, я могу сесть и начать поработать полчаса, час, если у меня вдохновение заняться чем-то. Это невероятно удобно. И это не лэптоп. Я не могу объяснить почему, потому что очень часто мы идеи… Почему мы, мне кажется, хотим записывать их в Малискине, например? Потому что мы хотим что-то от руки записать, какую-то схемку, какую-то mind map, пару каких-то пунктов. И ты не будешь начинать Word-документ, чтобы записать полпредложения интересной мысли, которая тебе пришла. Для этого у нас и есть и блокноты, и вот это именно работает как блокнот. И это первая, первая огромная вещь, которая мне безумно нравится. Так, теперь давайте более, может быть, объективно или tangible более такие вещи, до которых можно дотронуться. Я включила запись, так что вы теперь можете видеть мой экран. Я вам хочу показать для начала свой лэйаут, как оно выглядит. Вот здесь вы видите у меня шесть предметов. Это шесть предметов, которые у меня сейчас идут. Я разработала себе структуру, потому что… Да, предложение, которое я использую, называется Notability, и оно мне нравится тем, что оно синхронизируется у меня на телефон и на компьютер. Я вам расскажу, как я всё это по необходимости использую на всех трёх девайсах. Так вот, как я организовываю свои вещи? У меня, например, есть один предмет, и дальше каждый предмет… У них одинаковая структура. Первое — это всегда идёт syllabus, второе — это слайды, которые раздаёт профессор, третье — это мои notes, мои записи. И четвёртое обычно — это или записи секций, или вот тут портфолио, какой-то документ, на котором я работаю. А дальше идут все распечатки, которые мы читаем. И вот эти цифры — третье, четвёртое, пятое, шестое — они соответствуют неделе. То есть вот, например, я знаю, на шестой неделе на этой неделе мне надо прочитать вот эти две распечатки. Они уже здесь заопложены и подготовлены. Как… Вообще я просто для себя нашла структуру, которой я легко ориентируюсь. Прихожу на урок, и я точно знаю, где мне что найти. Вот эти вот коллекции документов, которые мне надо читать, я их скачиваю всё-таки на компьютере и переименовываю на компьютере, потому что это гораздо быстрее, чем пальцем пытаться что-то выделить и набрать. В общем, поэтому ещё раз повторюсь, как в прошлом видео, я не считаю, что компьютер и iPad взаимозаменимы. Нужно и для работы, и для учёбы. Мне кажется, необходимо оба, но это абсолютно стоящее дополнение. Так, давайте посмотрим на мои notes, например. Нет, давайте вначале посмотрим на слайды, потому что в прошлом я не знала… Например, 14 недель идёт учёба, да? И я не знала, что мне создавать 14 слайдов, потому что, понимаете, очень сложно ориентироваться и искать. Мне очень нравится, что Notability позволяет тебе add to… как бы добавлять новые презентации, новые страницы к уже существующему, когда ты сюда импортируешь, и также есть здесь система закладок. И вот смотрите, я каждый раз закладываю начало новой недели презентаций. И тут у меня неделя одна, неделя два, неделя три, неделя четыре, и мне легко между ними ориентироваться. Я эти слайды… Так, вот этот профессор, она не даёт нам их заранее, но профессор Ричард Макнелли по всем тревожным расстройствам, он даёт нам слайды заранее. И вы можете посмотреть, что я делаю записи прямо на самих слайдах в процессе лекции. И также вы видите, что здесь у меня есть два часа двадцать минут записанной лекции, так как у нас там не лекция, а не разговор, как в моей школе у студента не делится чем-то личным, а просто профессор рассказывает факты, то я могу это записывать. И очень удобно, что я могу, если я начну проигрывать… Смотрите, видите, слова стали… Цвет как бы потеряли. Я могу нажать на любое слово, и начнётся проигрывание. Именно в том месте начинается запись, что он говорил в тот момент, когда я это писала. Я это не переслушиваю целиком, в чём такое огромное преимущество, но когда я читаю какой-то слайд и не помню, а что тут конкретно имелось в виду, я могу просто нажать, мне проиграется то, о чём он рассказывал в этот момент. Точно такую же систему закладок я использую теперь и в своих записях, потому что я начинала писать как бы в одной заметке всё-всё-всё подряд, получается это как одна тетрадь. Но было сложно находить в десятках и десятках страниц каждую неделю. Теперь я просто отмечаю… Так, я ещё не сделала этого для этого предмета. Давайте найдём, где я это сделала. Это вот всё в процессе у меня. Так вот, например, вот в этом предмете я уже сделала, и видите, как много страниц? Но у меня есть закладки, и я могу легко перейти и найти необходимую мне неделю. Сами заметки, ребята, невероятно удобно вести. Смотрите, на первой неделе я не использовала iPad, у меня была тетрадь, я просто перефотографировала это сюда. Потом, вы видите, какие-то вещи нам показывали на проекторе, я их просто фотографировала, тут же crop, то есть обрезала и аннотировала. Дальше нам какие-то хэндауты раздают, я тут же их сканирую, добавляю сюда. Книги, например, если рассказывают про какую-то книгу, чтобы как-то… Ну удобнее тогда перечитывать заметки, когда это не просто текст какая-то, есть графика и что-то такое, я тут же фотографию книги этой вставляю. Или вот преподаватель показывала эксперимент нам в классе, и я вместо того, чтобы описывать, как выглядел этот эксперимент, просто сняла его фотографию. Всё-всё, что вы здесь сохраняете… Какие-то, может быть, фотографии текста, сканы текста, текст напечатанный, текст, написанный от руки, фотография текста, написанного от руки, будь то это по-русски или по-английски, всё это вы можете искать. Просто в одном поле вы вводите то, что вы ищете. Например, вот на высшем stage four — это четвёртый уровень взрослого развития. И оно найдёт тебе все твои заметки, где ты упоминал stage four. Это настолько удобно, если тебе когда-то нужно найти во всех ридингах, что ты делал в слайдах, в своих собственных заметках. А что я писал про это? Вот, например, особенно, конечно, меня впечатляет это, когда от руки мы пишем… Вот смотрите, оно нашло, что вот здесь я писала stage four. Я видела у людей очень плохой почерк, и оно всё равно прекрасно просто распознаёт. Более того, оно не просто ищет, но оно может конвертировать ваш текст, написанный от руки, в печатный текст. Например, вот здесь — to develop it. Ну вот одна ошибка — across all domains of life. Там маленькие какие-то недочёты есть, но сколько раз мы были на какой-то встрече с ребятами, я делала заметки. Потом нам нужно было послать резюме нашей встречи преподавателю. И они говорили, ну давайте сейчас садимся и напечатаем. Я такая, не надо печатать! Сейчас я просто обведу, конвертирую в текст, и надо будет сделать там две ошибки, поправить, и можно высылать. И все такие, вау! Самое удивительное, что почти у всех в этой группе был iPad с этим приложением или с GoodNotes, GoodNotes, который имеет точно такую же функцию, но никто о ней не знал. Но это настолько удобно, тебе ничего не надо перепечатывать, если надо с кем-то поделиться. И, кстати, если у ваших наклассников тоже есть эти ноуты, то мы с T-Jam без конца друг другу шлём эти ноуты. И если я записывала аудио, ей также аудио приходит. Но даже если аудио нет, то она может… Вот как я, например, здесь могу уже постфактум эдитировать, например, изменить цвет этой штуки. Sorry. Это… Оно неплохо работает. Это просто я навесу, я бы как делаю. Но вообще, если я хочу там изменить цвет, толщину шрифта, я не знаю, сделать текст меньше или больше, то есть ты можешь потом постфактум всё-всё изменить. Дайте-ка я обратно вернусь, чтобы не испортить свои записи. Говоря ещё про удобства, ещё один момент, который мне очень нравится. Я часто, например, читаю какой-то текст и хочу записать свои рефлекшены по поводу этого. Или я смотрю какое-то видео, которое нам задали смотреть, и хочу записать какие-то моменты из этого видео. И здесь очень удобно работать. Ты можешь открыть или две заметки параллельно, или заметку и… какую-то заметку и видео про игру, или веб-страничку. И в одной части ты, например, вот здесь маленькое видео играет, а здесь ты пишешь. И, кстати, ребят, потенциально можно использовать вот такой двойной лей-аут для каких-то онлайн-курсов, которые вы берёте. Например, если вы берёте Coursera, вы можете слушать видео в одном… как бы в одной части окне, во второй делать заметки и в то же время включить запись. Это просто удобно. Это Coursera, она всегда для вас будет доступна, но вместо того, чтобы искать, на какой неделе этот профессор на какой минуте что сказал, вы просто нажмёте на это слово и послушаете детали того, что вы не можете вспомнить по вашей короткой заметке. Или то же самое, например, на Skyeng. Если вы берёте уроки, очень удобно, что в Skyeng есть… в их приложении можно и на компьютере, и на телефоне, и на планшете брать. Я пробовала, ребята. Это очень-очень-очень комфортно. Ну, вы знаете, что у них одна из самых лучших, если… Ну, как я знаю, самая лучшая именно техническая часть, потому что они реально tech-стартап образовательный, а не просто онлайн-школа, потому что они очень сильны в технической части. Так вот, то же самое. Вы можете с одной стороны иметь урок, проходить урок. С другой стороны вы можете делать свои заметки, когда вам что-то учитель говорит. Я, честно говоря, сама ещё это не протестировала. У меня было недавно занятие с преподавателем касательно слов. Хотела сделать видео слова, которые мы плохо произносим. Оказалось, что я также много слов неправильно произношу. Я это видео постараюсь в ближайшее время сделать, и будет прикольно. Я вам буду говорить слова, вы будете произносить. Я вам буду говорить, как правильно, и посмотрим, насколько вы достаточное количество этих слов произносите правильно. А тем временем, если вы хотите начать заниматься английским сами по себе, то я вам советую записаться на пробное занятие в Skyeng. Skyeng, как я сказала, — это школа английского языка. Это образовательный… технический… технический… EdTech Startup. Не знаю, как на русский перевести из Москвы. И то есть у них есть преподаватели как носители, так и русскоязычные преподаватели, если вам так комфортнее. И у них уроки проходят один-один онлайн на их платформе. И эта платформа учебник, как я сказала, очень круто сделана. Если вы любите… если вам приятно учиться на платформах, которые именно классно выглядят… Меня просто это мотивирует. Я не очень люблю устаревшие платформы. Вот. То они вас не разочаруют ни по какому параметру. Они, наоборот, меня всегда очень удивляют, насколько они круто идут в ногу со временем. Вот. У них есть пробное занятие. Я вам оставлю ссылку на него внизу. Вы можете попробовать. Они вам как раз покажут платформу. Вы можете посмотреть всё, что там. Все проходят занятия, домашние задания. Всё на этой платформе проходит. И также я вам оставлю внизу купон на два занятия в подарок, если вы решите начать заниматься, чтобы вы могли пару занятий бесплатно сделать. Кстати, про сами могу вам показать, как я с самими текстами работаю, с PDF-ками, с научными статьями, которые мне нужно читать. В общем, вот так я их аннотирую, по сути, выделяю, и какие-то свои мысли и вопросы параллельно записываю. Я вам рассказывала, что почему для меня iPad изначально не сработал, потому что всё, что там можно было — это выделять. Нельзя было записывать свои мысли, а мои мысли, когда я читаю — это самое главное. Вот. Поэтому, видите, у меня здесь очень много мыслей. Новый use case, новая функция, которую я сейчас для себя только открываю — это когда мне надо что-то печатать. Например, сегодня мы работали над проектным портфолио. Этот файл надо было печатать, а не писать от руки, потому что потом его надо сдавать профессору. И что я сделала? Печатать на этом мне не очень удобно на iPad. У меня нет клавиатуры. Мне не нравится печатать на тачскриновой клавиатуре. Я открыла Notability приложение на компьютере. Я вижу одно и то же. И я начала печатать здесь, потому что тут клавиатура очень удобная. И я даже не смотрела после урока, как оно выглядит здесь. Здесь оно отлично просто, очень красиво смотрится. Можно и тут, и там. И что я хотела сказать ещё, что с телефоном то же самое. У меня есть это же приложение на телефоне. И если мне надо что-то посмотреть, то я могу… Я хочу сказать, я могу сделать это быстро, но это будет неправда. Я могу это сделать быстро только для тех документов, которые синхронизировались уже. Если я открою, и это какие-то новодобавленные документы или, как часто бывает, я несколько недель, мне это не пригождается, я не открываю, а потом открываю, и оно начинает синхронизироваться. И оно какое-то время занимает. Я не засекала, но быстро вот ты стоишь на улице и хочешь что-то за секунду проверить, и у меня так не получается. Поэтому ну это так. Я выписала ещё несколько слабых сторон вот какие-то вещи, с которыми я сталкиваюсь, которые мне не нравятся. Всё ещё я продолжаю struggle, как и в прошлом видео в ноябре, со ссылками. В зависимости от того… Вот мне помог Дима, один из моих онлайн-приятелей, разобраться, что в зависимости от того, как сгенерирован документ, ссылки не всегда будут работать. И если не вы генерировали этот документ, то вы не можете это контролировать. Поэтому вы можете, например, закачать сюда силабус для вашего класса, и ссылки не кликабельны. Дальше медленная синхронизация на айфоне. Это я сказала. «Картинка не мувится». А, да. «Картинка не мувится». Значит, большой плюс айпада в том, что ты можешь… Точнее, такого способа записей ты можешь, например, выделить вот эту часть и перенести её куда-то. Но, как вы видите, картинки не захватываются почему-то. То есть я могу перенести, например, текст пониже, чтобы что-то дописать под ним, но если мне нужно сделать картинку, то картинку надо ещё потом отдельно переносить каждый раз. Поэтому, с одной стороны, я стараюсь ими не злоупотреблять, потому что я знаю, что потом сложно двигаться. С другой стороны, когда они есть, то иногда это даже не стоит того, чтобы передвигать, потому что слишком надо много всё перемещать. Это минус. А ещё один минус, ребята, это если вы ведёте запись, например, на лекции, и вы хотите выйти из этой заметки и зайти в другую, что-то там проверить в то время, как профессор говорит, то запись прерывается. Ну и напоследок ещё раз подчеркну, что писать именно тактильные ощущения мне лично доставляет огромное удовольствие. И когда тебе приятно использовать ручку и бумагу или планшет и карандаш, мне кажется, это добавляет ещё вот к этому удовольствию от интеллектуального процесса. Мне очень нравится писать. У меня получается на нём красиво писать. Я очень быстро привыкла на нём писать, поэтому я всем довольна. И, кстати, я не хочу сказать, что только на iPad, только с Notability, только с Apple Pencil 2 можно делать все эти вещи. Потому что на самом деле мне кажется, что это больше парадигма того, как мы можем дигитально ввести записи. Она меняется, но это не обязательно должно быть именно на девайсе на устройстве этого бренда. Я уверена, что есть другие хорошие бренды, устройства, приложения, которые позволят вам делать то же самое. Многие из вас смотрели моё видео про то, что печатать на особенности лекции — это плохо, потому что мы слишком быстро печатаем, мы не думаем о том, что мы печатаем, мы не сокращаем, и из-за этого информация проходит мимо, мы не пропускаем её через себя. Это абсолютно так. Здесь мы пишем ручкой, поэтому писать ручкой на iPad или писать ручкой на бумаге — разницы никакой нет. никакого drawback тому, что я пишу на iPad, нет. Но всё-таки читать… Я делала целое видео про это, почему многие исследователи склоняются к тому, что мы более глубоко читаем и лучше запоминаем, когда мы делаем это с бумажного носителя. Это так. Я долго противилась идее читать на iPad. Я всё равно считаю, что читать с бумаги лучше. Я продолжаю читать какие-то книги большие, например, на бумаге, а не на iPad. И я стараюсь делать, что возможно, чтобы компенсировать тот факт, что я читаю на iPad. Например, большая проблема с чтением с физического носителя — это то, что мы не чувствуем, где начало, где конец, потому что у нас нет ощущения. Вот бумага. Когда ты держишь книгу, ты ощущаешь, что ты в середине, ты в начале, ты в конце. И вот эта ориентация пространственная через носитель помогает нам лучше воспринимать информацию. Если ты открываешь PDF-ку, и ты… Вот просто первая страница, и ты начинаешь оттуда читать. Вот это, ребята, это очень негативно сказывается на нашу способность глубоко понимать текст. И я знаю это, я чувствую это. И я открываю PDF-ку, я много раз её туда-сюда… Я, во-первых, открываю вот этот view, где я вижу все страницы. Я её туда-сюда просматриваю. Я смотрю, какие там, например, главные темы. Я ставлю напротив каждой темы. Вот, например, вижу, что этот документ составлен из четырёх подтем. Пишу один, два, три напротив каждой. Часто ставлю закладки себе. Чтобы у меня появилось вот это ощущение этого документа, этой текстовой работы. И это мне очень сильно помогает. Но при этом моя профессор по когнитивистике каждый раз, когда она видит меня с моим iPad, она такая… Я знаю, что она думает. Потому что особенно она не знает, как я пытаюсь очень проактивно работать с этими текстами. И я знаю, что она знает, что я знаю, но, тем не менее, я не следую. И она знает, что я люблю когнитивистику, и в целом очень сильно ей следую, за исключением этого. И я вижу в её глазах вопрос. Но мне очень удобно. То, что вот это вот удобство быть супердинамичной, быть в разных местах, в разных городах, жить в разных местах, и иметь возможность в любую секунду, просто имея вот это, это всё, что мне нужно для всей моей интеллектуальной жизни в своей мире, этого достаточно, чтобы приступить к любой работе в любой момент. И это настолько empowering. Это позволяет мне в те моменты, когда я максимально вдохновлена и сконцентрирована, иметь возможность тут же dive in во что-то. Короче, не знаю, I just love it. Я каждый день говорю how much I love the thing. I am so happy with this, и очень вам рекомендую посмотреть на них. Я вам оставлю внизу, ребята, ссылку на Skyeng, чтобы записаться на пробное занятие, и купон на два урока бесплатно к купленным занятиям. Вот это всё на сегодня, ребят. Я увижусь с вами в следующем видео, а пока я побежала на урок по тревожности. Пока!